всем привет всем прекрасного доброго вечера сегодня у нас классный фиг который я обещала провести по трендам через тренды именно принтов потому что у нас сегодня будет обзор слайдеров но через высокую моду то чем мы вдохновлялись и то что может вас тоже сейчас вдохновить на какие-то варианты дизайна там опять же не только с этими декорациями о которых я сейчас буду говорить а вообще в принципе весна-лето она уже не за горами здесь осталось буквально меньше месяца у нас наступает у вас у нас наступает следующий сезон весна-лето весна-лето 2023 я уже показывала и говорила о том что трендов очень много особенно каза касается цвета потому что тренд через цвет это тоже большая глобальная такая обширная тема и в этом сезоне мы выбрали пастель потому что это такое знаете очень ярко выраженный масштабный объем который прям четко считывается через показы той же высокой моды и не только вот увидите сейчас когда наступит март и мы идем с вами в тот же масс-маркет там будет очень много пастели наравне с яркими цветами яркие цвета они никуда не деваются этот тренд он сохраняется этот тренд сохраняется но появляется новый тренд пастель поэтому тот кто очень любит пастельные цвета я вам прям рекомендую в этом сезоне и наступающая осень 2324 прямо обратить внимание и скупать все модели которые идеально подойдут для базового гардероба который можно будет потом носить там не один год потому что вот например яркие цвета я сейчас понимаю что скоро яркие цвета начнут уходить потихоньку из магазинов с показов а так как я очень люблю яркие цвета и я понимаю что вот есть такие вещи которые нужно прикупить потому что если мы берем базовые фасоны и базовые вещи для базового гардероба их можно очень удачно купить скажем так инвестировать на ближайшие там два-три года и носить итак давайте про тренды что касается визуальной картинки принты константин пожалуйста не пой так я сейчас начну делать с демонстрации экрана это очень удобно так это у меня тут ну ладно не буду убирать этот скриншот делала и так spring summer 2023 основное такой ярко выраженный тренд это игра в детство эта игра в детство и очень много показов и знаменитых модных домов в том числе которые сделаны через игру в детство но это не про знаете такой ярко выраженный мульт принт до использования мульт принта а это может больше через вдохновение вот этой детскостью вдохновение играми вот если мы посмотрим с вами показ лубы сейчас я найду это особенно ты даже маникюре мне кажется отображаются да это знаменитая марка вот с их показа последнего лу вы во первых да очень много пастели в том числе но мы сегодня с вами говорим о принтах и вот это вот детскость она даже высокая моде очень много и и вот прям вот встречается вот я называю это вдохновение играми майнкрафт это прям такой вот ярко выраженный майнкрафт смотрите тема сейчас даже вот благодаря этим показам манитюр такой трендовый залетел везде в инстаграм и финтер изда когда мы делаем вот это подчеркивание границы по кругу миндальных ногтей с таким графическим бликом ярко выраженным вот поэтому этого очень много поэтому не случайно мы все еще тему мультиков продолжаем муссировать и в честь этого выпустили принт снова игра в детство номер 101 потому что с ним можно вот в это все окунуться и сделать очень классные варианты дизайна потому что эта детскость она например есть также у луи виттону смотрите луи виттон в этом сезоне тоже удивил сейчас я вам покажу какой луи виттон обратите внимание на этот бомбер если присмотреться да там мордочки мультяшных тигров котов ну прям вот казалось бы да где игра в детстве где луи виттон поэтому вот эти принты с мультиками для маникюра это прям вот отличная идея рисовать вручную либо использовать слайдеры в том числе маскина и вообще ничему не удивляюсь они с темой мультика вообще взаимодействует последние несколько сезонов и этот сезон он не исключение вот смотрите это тоже показ 2023 сейчас еще да например ну прям ярко выраженная темы принта вот здесь в данной модели нет но все равно это так вы знаете отсыл туда да да такой вот на грани вот это детскости игры китча вот поэтому у нас в ассортименте мы пока держим мультики это уже второй сезон потому что предыдущем сезоне весна-лето тоже классно они зашли очень здорово смотрятся с тем же стемпингом и без стемпинка просто класс а плюс у нас сейчас будет именно пастельная коллекция до тыкала к этим локомотивная то на что я буду делать упор да не на яркие цвета как это было прошлом летом этим летом я буду упор делать на пастельные цвета и она все очень гармонично дружит так следующая тема следующий константин ну будь так добр ну не издевайся над мамочкой так не очень хорошо они тут хорошо так такая тема как дерзкий принт эмоции это два слайдера они вот через одну тему через одну тематику чем-то похожи но достаточно разные дерзкий принт эмоции сейчас поближе покажу вот эти сегодня дизайна будем с вами делать мы будем сегодня работать поэтому дождитесь конца эфира я в конце эфира буду показывать уже мастер-классы очень много сейчас гранжа такой причем ярко выраженного гранжа очень много готики и причем это как через стилизацию в съемках очень сильно отображено и также если посмотреть вообще показ очень многие многих известных домов которые вы сейчас видите на картинке ну вот прям черный цвет тема готики тема гранжа и очень много да такой вот немного агрессивный тренд на 90 вот он прям вот есть именно не 80 а такие чуть-чуть агрессивные девяностые и знаете вот этот тренд например сериал сейчас дети у меня все с ума по нему сходят у ансдэй у меня дочка его на английском языке осмотрела на 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 мисс ма хэ 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 вот это вот они танцуют все да там тема готики это такой апгрейд семейки адамс и этого сейчас тоже очень много много черной темы много такой тематики 90-х и это не только кампейны а это именно вот прям показы поэтому мы сделали два принта для этой темы это как раз вот эмоции номер 105 он чисто черно-белые и он офигенское вот я сейчас буду работать тоже покажу с каким стемпингом хорошо сочетается там просто вы берете определенные паттерны чтобы этот гранж вот эти 90 вот эту готику поддержать и получается очень прям тематично в тему и второй слайдер и второй слайдер сейчас дерзкий принт то же самое причем и для дерзкого принта и для эмоции для 105 слайдера одни и те же принты в пластинах идут она все очень прикольно гармонично дружит и даже как подложка в цвете здесь может использоваться пастельный цвет сейчас я вам покажу как выражена тема 90-х ну во-первых versace смотрите что versace вот как его киданула вы помните versace прошлое лето да это же было просто эпопея цвета и тут ты дышь на тебе черный total look из кожи из лаковой кожи тоже вот такой вот на грани дерзкие 90-е такой вот гранж и вот для этого маникюра и 104 слайдер и 105 слайдер отлично подойдет особенно если вы фоном возьмете вообще либо белый либо черный гель лак ну или вообще никакой цвет не используйте а просто подложка идет камуфляж тоже хорошо будет это у нас versace что еще для вдохновения вот кто любит такое посмотрите or кстати смотрите казалось бы смотрите какая девонька оля total black да посмотрите на макияж вот поэтому этого очень много как в киноиндустрии в кампейнах модных фотографов до показах этого очень много так кто у нас еще порадовал так гранжем ярко выражено ну вот смотрите это вот я не помню как называется эта певица вот она снималась для какого-то журнала видите такая ярко выраженная готика вот это же как раз уэнсдэй сейчас я ее покажу сейчас просто повальное какое-то увлечение в инстаграм и в тик токи и это я вообще не про молодежь говорю это даже 30 плюс этим увлекается когда и черный маникюр и черные смоки такие прикольные платья на самом деле женственные но через тему 90-х могут идти вот поэтому таких кампейнов их очень много видите этого прям очень много так какой следующий тренд помимо 90-х кстати мне вот это вот тема тоже очень нравится смотрите как прикольно да мне очень нравится так так про что еще я хотела поговорить ну вот он этот слайдер как раз эмоции видите но в основном очень много кампейна конечно отснято в этой тематике я хотела поговорить о более таких романтичных идеях давайте более спокойным трендом перейдем это всевозможные вот такие романтичные листики и листиков их очень много это у нас и так джам джам батиста вали это как раз вот девочка вот это вот афроамериканочка ну светленькая где вот здесь вот такой вот дырочкой вырез это джам батиста вали вот эти золотистые листья это маркарин вот смотрите вот здесь вот маркарин и маркарин вот прям под слайдером тема листиков ее прям мне вот это еще нравится платьишко с листиками зелеными балмейн вот здесь смотрите видите плохо видно давайте вам сейчас покрупнее покажу прям вот найдите обязательно джан батиста и найдите обязательно балмейн для вдохновения кто любит вот романтику и чтобы весну лету например построить через какие-то такие романтичные образы в маникюре вот можно к этим двум показам обратиться сейчас я вам поближе покажу вот смотрите очень красивые подборки еще раз напомню это у нас балмейн и жан батиста вали у красиво причем это можно сделать и через акварель и через лепку сейчас я вам балмейн покажу сейчас секундочку где-то тут эти листики не знаю видно или нет мне кажется видно тоже прикольно очень тема для вдохновения и у нас знаете будет очень интересная тема мы оскар де лоренто по моему посвятили прям отдельный даже print он будет чуть попозже выходить так сейчас я вам покажу еще раз с этими листиками это у нас слайдер романтичные листья номер 106 если взять за основу камуфлирующие оттенки и нюдовые оттенки белые оттенки и градиенты либо чистые однотонные покрытия при помощи пастельных цветов идеальная подложка для вот таких листиков листики они через тему акварели сделаны с кусочками фольги я потом поближе вам покажу бабочки хотела про бабочки поговорить у нас есть слайдер яркие бабочки номер 109 и они здесь разные стрекозки бабочки опять же в технике акварели вообще очень много вот этой темы романтичные в этом сезоне решили делать именно через техники акварели просто соскучились не через знаете такую натуралистичную прорисовку да а через вот такую вот акварель графическую так бабочек бабочек вообще на самом деле очень много во первых посмотрите оскар де лорента показы очень сильно для вдохновения подойдет тем мастерам кто любит тему ботаники все что связано с ботаникой с флористикой с насекомыми у них очень многое оно такое все очень интересное знаете такое тоже сочетание на грани сочетаемое несочетаемое может быть где-то там отдает дольче габбана вот смотрите вот такой вариант у нас прям принт будет чуть попозже мы прям решили повторить конкретно под черный маникюр и под белый маникюр у них очень много этого в показах этого принта у них как только знаете локомотивный вот а мы бабочки сейчас для весны выпустили именно акварельный потом будут вот такие прямо именно как оскар де лорента так что еще я вам не показала дерзкий принт по-моему вдохновение вот мы с вами про вдохновение вдохновение это тема абстракции тема не новая и очень много и если взять сейчас показы да давайте посмотрим показы очень много темы абстракции и знаете вот если взять показы ну пусть не ван харпина например эльза скиапарелли абстракция да и очень много чем-то отдает знаете интерьерная живопись вот кто увлекается интерьерной живопись это я все хочу пойти учиться но не могу никак найти в основном только онлайн а у нас в ростове например нет живых уроков я прямо очень хочу пойти на интерьерную живопись там мне как художнику уже профессионального да у кого есть высшее художественное образование мне база фундамент не нужно там учат работать именно с пятном с фактурой с необычными строительными материалами и вот если посмотреть много показов это прям вот знаете как такой тонкой строкой прям встречается очень много у эльзы скиапарелли так сейчас это крайне оплате это у нас там кто вот не помню кто это вот хоть убей меня ну и эльзы скиапарелли и я вообще всегда знаете как пример привожу чего-то такого очень необычного классного сейчас просто покрупнее образы покажу абстракции которыми вы можете вдохновиться смотрите сколько всего кайфового в новых показах что касается абстракции эти много всего и идея именно вот для абстрактного маникюра их очень много тоже ведь такие разводы пятна на джинсовой ткани в сочетании с леопардом вообще тема идет кстати как раз хотелось сегодня отталкиваясь от этого образа дизайн сделать мне почему-то запал больше всех вот такое сочетание сочетать несочетаемое так ну про бабочки я уже показала один отдельную тему бабочек очень много причем бабочки они встречаются как в стилизации самих показов если взять ван харпина до ирис ван харпин она стилизовала их как бабочек плюс прочитывается в элементах платьев бабочки но кто-то просто использует конкретно прям бабочки ладно я вот сейчас кратко прошлась по каким-то таким интересным моментам которые могут послужить вдохновением просто пересмотрите эти показы а вот кстати платье которое не могу вспомнить абстракции видео для меня а это балмей господи вот я тупица извините девчонки это же балмейн смотрите как необычно для балмейна хотя то что у нее на руках одета в принципе это в стиле балмейн но тоже вот платье белое но у меня вот ассоциация идет с отсылкой к искусству и сейчас у многих дизайнеров вот эта отсылка она прям вот ну ее много читается прослеживается такая коллаборация моды и искусства поэтому очень много вот таких трактовочных форм я вот смотрю на многие платья как вот здесь у балмейн я вот сейчас сразу вижу панно гипсовые где-то с краплениями золото где-то с фактурой поэтому этого очень много и мы этой теме как раз посвятили вот этот слайдер очень хотелось потому что не все могут передать как-то интересные пятна то что с одной стороны абстракция это наверное самое простое что может быть а с другой стороны если человек совсем не художник им наоборот сложнее эта тема дается поэтому обратите внимание на вот этот слайдер давайте рисовать с вами да давайте рисовать так прекратить публикацию что делать если клиенты хотят просто без дизайна ногти утром зацепилась за этот комментарий сейчас отвечу послушайте если вы ходите просто вот с таким маникюром константин я работаем сейчас девочки прошу прощения кость одень кофту тебе будет не холодно король кость смотрите если вы ходите с таким маникюром и клиент это видит каждый раз что вы просто с короткими ногтями как вы думаете какой маникюр большая часть клиентов у вас будет просить в основном к вам будут автоматически даже притягиваться такие клиенты не потому что они даже будут видеть у вас что у вас ничего нет туда что у вас такая была база классика все было благородно чина короткий такой гелевый маникюр с однотонным покрытием но это еще знаете столь с точки зрения там эзотерики вот ментальности это будет просто к вам притягиваться понимаете именно вот такие клиенты они будут приходить с таким характером с такой стилистикой что да действительно они не будут хотеть дизайн и вы их ну как понимаете вы их не заставите его хотеть потому что вы сами скорее всего где-то на подсознании устали от этого дизайна вам не кафы сами вот с такой фигней уходите понимаете а если вы кайфуете дизайна вы кайфуйте от процесса вы просто вот понимаете вас драйвит вы сидите делаете гигиенический маникюр этап коррекции да а сами с большим нетерпением вас аж до 3 сучки ручонки трясутся и вы ждете ой сейчас я вот тут вот что-то по приклеиваю тут что-то помажу что-то подрисует подпечатываю эти как ребенок вы автоматически будете в себе во первых притягивать таких клиентов потому что они будут к вам притягиваться вот с таким характером да вот с такой такой внутренней составляющей с таким днк которые будут готовы ходить вот стать ну и это я утрирую понятно что это у меня чисто для instagram тема эта тема не про жизнь но уберите ровно длину в два раза да даже если они будут каратыши просто к вам такие клиенты будут тянуться понимаете на всех уровнях и визуально они это будет считывать и хотеть и ментально они будут автоматически к вам тянуться вот это очень важный момент ведь вы вот вы про это сами или вы вот про это так ладно дизайн напомню еще раз у нас коллекция новая роскошно восхитительно в сети как я соскучилась по пастельным цветам она у нас выходит ориентировочно сейчас скажу где-то двадцатого февраля у меня записульки есть видите записуль как да прага у нас 8 февраля стартует россия двадцатого февраля стартует это новая пастельная коллекция очень красивый у нас классный компейн получился напомню что не менее пастельная и роскошная красивая коллекция у нас вышла розовых оттенков но она тоже как пастельная только вот видите такой вот упор на розовые цвета вот поэтому у нас это лето весна видите такая вся про женщин про девочек по такую няшку потому что большая часть трендов про которые вам рассказала там будет у нас через тему все равно романтики да будет гранж 90 вы видели что это есть и такие клиенты они будут кто будет это хотеть вот но тему гранж видите ее можно чуть-чуть развеселить при помощи пастельной основы да вот мы берем казалось бы вот справа как это называется паттерн я вам кстати обещала рассказать какие паттерны подходят под вот эти два слайдера это слайдер дерзкий принт и это слайдер эмоции вот под эти принты идеально что подойдет давайте вот сейчас просто протру нет ничего буду сразу показывать давайте мне очень нравится использовать вот этот принт микросхемы обожаю его вот просто вот кто любит готику 90 гранж вот такой вот рок тяжелый рок блин вот эта микросхема прямо офигенская штука прямо на очень классная делать пастельный фон либо из новой коллекции да я вот кстати в прошлый раз сделала выкраску а можно вот так вот повеселить яркими цветами можно не веселить можно взять что-нибудь серенькое да для микросхемы алюр решила взять серый девочки хотелось бы чуть темнее серым у меня сейчас здесь на кипре другого серого нет поэтому я взяла серый из габриэль бокса там видите вот такой серенький светленький очень так напомню это пластина которая выходила у нас прошлой как раз весной вот этот принт как раз микросхема и он просто чудесно дружит прям чудесно подходит к этим двум слайдером так перед тем как делать что мы берем теклас я кстати еще раз делаю эфир по новинкам потому что я так поняла о предыдущий который у меня был в пятницу не у всех читается этот эфир на каком-то на какой-то минуте 10 там у всех глючит его хотя я уже несколько раз перемотала посмотрела он показывает у меня воспроизводится вот поэтому я еще раз сделаю выкраску по всем гель-лаком по всем новинкам пробежимся возможно это будет завтра да нет 8 мне завтра какой-то эфир есть ну посмотрим я возможно именно только для инстаграм проведу обзор еще раз по новинкам смотрите я сейчас не буду останавливаться на новинках потому что эфир был в пятницу так как вы многие не смогли посмотреть мы завтра просто отдельно я по новинкам пройдусь сейчас я хочу сосредоточиться на той теме которую я показываю сегодня сегодня у нас тема принтов я вам сейчас сделала краткий обзор по трендам чтобы вы сориентировались по показам я вам показала только малую часть показа так классно такая-то микросхема давно ею не работали но она очень классно подходит и для этого слайдера и она классно подходит для этого слайдера так перекрываем топ слайдером видите специально его делали он хоть и гранжовый но оттенки подобрали не яркие все равно пастельные подобрали чтоб дружила самой коллекции весенней вот ну а кто не любит мяшечную тему вот такую да то вам гранж конечно предлагается делать это белый черный так как все на белые подложки то можно смело клеить на любой принт так и перекрывайте либо матовым либо глянцевым топом так дальше эти принты еще дружат с сеткой мы сеткой очень часто работаем и здесь тоже мы не проходим мимо видите вы делаете не сплошняком а отпечатываете кусками здесь можно вариант вот такой вот с белым сделать и подтемнить чуть-чуть по периметру грязи добавить скажем так так здесь предлагаю взять просто белый беленький которую мы уже практически закончился суши также кстати сюда вот эти колготки дырявые классно подходят но эти колготки это прямо тема с чем не делаешь если хочется какой-то такой вот треша на грани вот берите эти дырявые колготки сейчас я покажу что это за пластина кстати граффити тоже все граффити какое есть он тоже все подходит так ну наши любимые колготки отличные так тоже текласс чтобы сейчас стемпинг сделать но я знаете что забыла сделать я же хотела тени добавить немножко поэтому мы сейчас возьмем вот так вот текласс сразу и по мокрому чуть-чуть добавим черненького прям такой вот полупрозрачный сушим и делаем суши стемпинг стемпинг константин сделайте пожалуйста потише телевизор будьте так добры чё 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 я тебе живут сижу полчаса объясняю что у меня работа я работаю я сегодня видишь поздняя работа окей нормально все доставляете в центре место пустое перекрываем теклассом ой какой текласс господи девочки прошу прощения топ слайдер надо ладно раз я уж текласс нанесла надо что-нибудь из слов наклеить сейчас мы что-нибудь наклеим какие-нибудь словечки раз уж накосячила на слайдер клеим с вами все сушим ну тоже либо берете эмоции много разных смешных это башка прикольная кстати песика я ее еще не вырезала надо вырезать можно кстати наоборот тоже классно делать когда вы сначала слайдер клеите а потом уже например делает эту сетку тоже хорошо тоже на белой подложке на белой подложке поэтому приклеится к любой даже очень яркой поверхности так с голубой бумагой слайдеры лучше размачивать в горячей воде чего я не сделала так и марадаси вот сюда ультрабунт ультрабунт все сушим так колготки ну колготки я уже ну не буду сейчас показывать вот эти колготки они тоже очень хорошо подходят для тема 90 для темы 90 для гранжа и для рока для дерзкого рока для темы готики так и вот эта схема вот с этими сеточками я хотела сделать необычное сочетание сейчас я сейчас вам напомню да мы с вами поговорили про абстракции про тренд абстракции мне вот прям душу запала вот это сочетание леопарда и темы абстракции не знаю я прям вот посмотрела на это сочетание на эту модель и прям вот надо сейчас что-нибудь похожее сделать я не говорю именно по цвету а именно по сочетанию элементов это необычно очень вот вот и и и и и ну давайте переходить к леопарде куда сейчас мы сделаем покрытие просто однотонная кстати сделаем покрытие давайте голубенький сделаем либо сиреневый в принципе можно как раз номер 416 сделали теперь я вам предлагаю отпечатать леопард где у нас леопардик у нас вот такой вот есть а есть классический в принципе можно этот взять давайте возьмем этот какой мне попался 1 эта пластина которая выходила у нас этой осенью сейчас как раз посмотрим что у нас с вами получится teclas снова teclas черный лап для стемпинга штампик еще раз напомню что был обзор по новинкам прям подробные с числами я показала почти все новинки какие у меня были каких не было в наличии а прям демонстрацию экрана сделала но вот многие написали что не смогли технически пересмотреть этот эфир в пятницу кстати поставьте плюсики что тоже там на какой-то десятой минуты глючила все и дальше нельзя было продолжить просмотр хотя я проверила несколько раз перематывала там же бегунок есть можно перематывать эфиры девочки сказали невозможно просмотреть и я сейчас выбираю день когда на этой неделе снова повторю этот эфир кто так и не смог повторить так и теперь пятна абстракции так как абстракция это у нас слайдеры поэтому мы берем как основу топ слайдер сушим сушим и смотрим сам слайдер кстати я вам листики не показали не показала это то что вот я вам рекомендовала посмотреть джам батиста вали и оскар де лорента балмейн с листиками тоже такое все интересненькое но я сейчас надеюсь что я успею сейчас и с листиками чуть быстренько сделаем вот мне очень хочется вот эту абстракцию уже с нею работала я сейчас посмотрела на презентацию которую я для вас сделала и сама же и вдохновилась там очень много интересных идей кстати давайте так кому нужна презентация пишите в комментариях хочу презентацию и мы вам презентацию выше там просто будет лучше рассмотреть этих моделей как раз поддержим прямой эфир потому что его когда делаешь с комментариями есть больше вероятности активности что проранжирует инстаграм поэтому давайте в комментариях пишем хочу презентацию и девочки потом вам директ просто пришлют ссылку она маленькая там буквально сколько семь слайдов по моему кому пригодится то что я ведь я даже сама просматривая делая для вас сейчас эту презентацию что-то что-то вот ну где-то там наталкивается какая-то маленькая идея 1000 повторяешь так сделали может быть это уже лишнее я все равно добавлю я все равно добавлю так ультрабонд ультрабонд не кстати заметили все ультрабонд на издыхе это делать с ультрабондом просто со дна доставать когда до дна не достает берете просто отдельную кисточку и обрабатываете кстати предлагаю сделать матовым часть абстракции можно сделать глянцевой тоже будет хорошо суши берете теклас выкладывать куда-то на отдельную палитру нет писать не сюда девочки писать нужно будет в комментариях я утром наверное завтра уже выложу сегодня наверное уже поздно выкладывать эфир вот как увидите что эфир выложен просто зайдите напишите хочу презентацию смотрите так лучше мы тем самым пятна леопарда чуть-чуть заглушили все слушаем для этого очень нежная просится здесь что-нибудь такое нежненькое просится необычное сочетание может быть многовато на втором ногте можно сделать просто принт леопарда абстракцию чисто по центру тоже было бы хорошо так следующий ноготочек сейчас последний с листиком прикольно вот я показывала здесь есть варианты на презентации самих слайдеров где-то листики смотрите классного с какими-то нежными нюдовыми вариантами даже напополам где-то наверное квадратики так и возьмем тем нету золотые квадратики золотишко будет чудесненько вот кстати я абстракцию в прошлый раз тоже делала видите на градиенте абстракция хорошо если вы это к абстракции еще какое-то пятно добавить в общем используя вот этих абстрактных пятен много градиентом кстати хорошо получается поехали когда хочу много сделать всего у меня просто бардак начинается такой на столе так какой возьмем цвет давайте такой вот мятный возьмем 409 красивый мятный бирюзовый такой мятно бирюзовый кстати есть еще цвет тиффани конечно не назвали тиффани но мы его назвали завтрак у тиффани прям купили коробочку ли кто-то из девчонок притащил и цвет колеровали прям под коробочку тиффани поэтому кто давно мечтал вот именно цвет тиффани как у продукции упаковочная вся бумага пакетики коробочки идут вот вот этот цвет смотрите номер 413 постала постаралась за прям заколеровать один в один я не отличается это такой больше в мяту уходят а это вот прям тиффани 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 здесь мне надо наклеить шермикончик поэтому что я беру я текла сберу сначала сушим сейчас еще раз про листики напомню с листиками для вдохновения много всего есть сейчас я покажу с листиками нежнятины прям более чем достаточно это получается же жан-батиста вали жан-батиста вали это вот такая тема но это может быть не сильно известная марка называется маркариан может быть я как-то не так читая макариан у них весь показ такой про листики вам еще раз про листики напоминаю видите вот прям вот много и все на светлых белых оттенках золотишком мы сделаем шармикончик обычно шармиконы клеятся в конце у нас наоборот сейчас теперь идет топ слайдер сушим и ну видите там золотишком местами тоже хорошо будет ну давайте самый крайний отрежем видно я еще с ними не работала можно с эта презентация поработать еще разок прям открыть сейчас вот может быть я не сильно отталкивалась от презентации да я там только один вариант с липы с леопардом меня подстегнул сделать можно прям вот под конкретные варианты образы так снова ультрабонт берем который у меня уже закончился так все и финиш да давайте следующий раз я постараюсь работать прям отталкиваясь от этой преза еще раз напомню в комментариях под эфиром когда я его выложу обязательно напишите хочу презу и мы вам вышли в директ так я сейчас положу все варианты которыми сегодня мы работали можете там скрин сделать с экрана давайте вот так ну по факту мы сегодня работали четырьмя слайдерами хотя слайдеров вышло больше гораздо так типсы в продаже пока не могу сказать когда будут потому что наши эмиш на не видите они чуть поменьше более аккуратные вот пока их нет пока мы сейчас временно не закупаем я их сама очень жду смотрите мне без них тоже тяжело работать то есть вот эти типсы слишком большие пространство большое нужно все это вот как бы закрывать а когда образцы делаешь на средних типсах для клиента это более понятно такая длина есть конечно по длине они тоже хорошо вот но все ждут вот эти типсы эми будут они рано или поздно вот сейчас просто мы их временно не закупаем так здравствуйте вы будете на шарме в ростове мы последние три года после пандемии приняли решение не участвовать в выставках не знаю будем вы это участвовать или нет сейчас затрудняюсь ответить потому что у меня сейчас нет менеджера под рукой чтобы спросить там мы планируем не планируем да сейчас не рентабельное направление выставки к сожалению они берут деньги за аренду и не маленькие но такой трафик какой был раньше они не могут обеспечить и в итоге просто не окупается а так как мы застраиваем гигантские стенды это там знаете не один миллион рублей чтобы застроить стенд эми соответственно она знаете как иногда хочется лучше вообще не выставляться чем выставляться там таким вот маленьким с обычными витринами посмотрим может нечего вот этого пендриваться выставиться с обычными колхозными витринами пойдет ну я поняла вопрос по интер шарма в ростове я узнаю про по презентации еще раз спешите в комментариях под эфиром когда его выложат так ладно так глючила очень глючила все говорят за последний эфир что очень лучшего я поняла сейчас пересмотрю расписание на эту неделю и я проведу один дополнительный эфир без расписания с темой просто презентации новинок потому что в прошлый раз я прям выходила и шла по датам я вам прям показала почти все новинки которые будут там до конца апреля выпущены там чего не было живьем показать я вам показывала виде демонстрации экрана вот тогда просто повторим хотя хороший эфир такой был прям чудесный и я его сама могу пересмотреть и не знаю почему многие его не могут пересмотреть кто-то вот пишет что выставки себя избили их место заняли прямые эфир такое слово я понимаю что это т9 но это очень странное слово выставки они жили себя да когда появится продажа light pink окригель простите не в тему могу скрин сделать а вот а вообще такие вопросы пишите в директ там менеджеры они обычно отвечают вот я узнал за лайт пинг чем такой всех занимается а костик вот с ума сходит мы просто два дня жили в отеле вот сейчас он дорвался до телевизора танцует бесконечно мы наверно когда в россию вернемся я решила что я его отдаю на танцы это первый мальчик моей себе кого я дам на такую очень творческую секцию короче мы идем на танцы ну не за его в актерская куда-то его вести кости константин и вот уже вот эти язык сейчас не поворачивается костиком называть я его зовут только константину так прошлый эфир завис не смогла посмотреть новый бокс хорошо девочки при но по моему меня завтра нет в инстаграм эфира я посмотрю по моему завтра у меня эфир в ютубе тогда в инстаграм проведу полноценный эфир по новинкам бокс покажу дизайн из бокса покажу сделаю еще раз выкраску новая коллекция весна-лето розовую коллекцию покажу пройдемся по таким ключевым продуктом которых давно не было нет нет из ютуба не пропадаем девочки расписание смотрите каждую неделю сейчас выкладываю здесь у себя в инстаграм внимательно вот там смотрите постинг там прописаны эфиры меня и моих экспертов на разных площадках всем хорошего вечера завтра встречаемся с вами по моему на ютубе рекомендую всем youtube подписывайтесь на наш канал этот канал очень старый мы его сейчас активно пытаемся продвинуть прямыми эфирами там классно потому что качество лучше картинка горизонтальная плюс такие же комментарии вы в моменте можете писать все то же самое вот поэтому подписывайтесь на youtube ставьте колокольчик что там еще говорят обычно блогеры на ю тубе все всем пока пока